О, мы в записи. Пошли. Друзья мои. Друзья мои. Я воспроизвожу для тех, у кого там не было и под запись, то, что мы делали в конце прошлого урока, когда я всех заставил читать самостоятельно. Я сейчас дальше заставлю, потому что это не ЛИМ. У меня порой, что я не работоспособна. Я буду сидеть, я работоспособна на вас смотреть. Итак, у нас смешно на праздник. В праздник можно приносить мирные жертвы, но не возлагать на них руки, но нельзя приносить всесожжение. Опять же, ЛИМ говорит, все как обычно. Приносим и мирные жертвы, и всесожжение, и на них, значит, возлагаем руки. А что значит возлагать руки? Возлагать руки, это даже не возлагать руки, это типа операция. Это когда клиент приносит, значит, жертву в храм. Последнее, грубо говоря, действие, которое совершает, собственно, заказчик, это он кладет обе руки на голову соответствующей жертвы и силой опирается, ну, как бы, как бы, практически лежит на ней, как бы. Называется это смол. То и написано. Зачем? Это он, как бы, наверное, идея в том, что он, как бы, утверждает, что это вот его жертва, и вот он своей властью передает, вот, передает ее теперь для, как бы, собственно, совершения жертвоприношения. Так я это всегда помню. Ну, не суть. А что мешает тебе делать в проекте? Еще. Зор, а ты ведь была в прошлый раз. Ну, и что, ответь мне, пожалуйста, на свой вопрос. Это из той области, что нельзя, как бы, работать на животных, да? Совершенно верно. Это является аналогом того, что ты просто едешь на этом быте или там козле. Вот. Значит, а поскольку это делать нельзя, поскольку нельзя порабощать, нельзя заставлять животных роваться, как в субботу, так и венду. То, а когда ты своим тяжелым телом на них опираешься, это аналог работает, как не против. То, что его зарежут через секунду после этого, надеялся, что он никак не влияет, правда? Ну, не важно, в предыдущую секунду тут выполнялся предыщенные действия. Ну, ладно. Теперь, значит, в чем быть самая шламинга ло лот? Потому что шламин едят, а лот не едят. Это тоже излагали в прошлый раз. Поскольку принесение в жертву шламин можно рассматривать как часть приготовления пищи, которую ты собираешься съесть. Вот сейчас венду, то в БТМ разрешают их приносить. А в сожжении нет. Это не должное, как бы, никто не должное. А Вильгель говорит, а, раз уж мы разрешаем приносить жертвы, там вся та же самая логика, которая у нас была в первом пыроке про все остальное. Раз уж мы разрешили там носить. Помните про отмену Ирува, да? Ну, про отмену, собственно, запрета носить. Он говорит, если мы уже разрешили носить куски мяса, как бы, от мясника домой, потому что это-то точно часть приготовления пищи. То мы уж разрешим носить и все остальное до кучи. Только тут примерно. Значит, если уж какие-то жертвы должны быть принесенные, то почему бы не принесли вообще любви? Но тут фишка в том, что не совсем любви. Потому что Гемара, значит, начинает разбираться, а про что, собственно, они говорят. А Марула... Ты читаешь? Я просто повторяю, но это надо прочли просто. Да? Еще раз повторяю. Когда человек, человек в праздник, в принципе, должен приносить две слэш-три жертвы. Должен, это его обязанность. Он должен приносить у латра и я. Да? В сожжение, в честь того, что он вообще пришел в это положительство. Да, роговид, разумеется. Все время имеется в виду роговид. Он должен приносить шламейха-гига. Это, собственно, основная жертва, вокруг которой вертится праздничный стол, собственно. Шламейха-гига – это то, чем мы, собственно, питаемся в этом празднике. Отмечаем праздник как таковой, как праздник еды. В празднике у нас вообще праздники еды, я напоминаю, да, мы об этом давно уже не говорили, но это так. Вот, значит, и есть еще шламейх-гига. Это, так сказать, дополнительное, но, в общем, если нам, грубо говоря, не хватило шламейх-гига, то мы еще, значит, дополнительно доедаем еще и шламейх-гига. Их тоже уместно будет, уместно, так сказать, приносить. А нех тоже будет подождать. – Ты вообще не хочешь праздник? – Могу. Могу. Но, если ты уже приперся в храм, то, как бы, разумным и достойным поведением было бы оформить это мясо как жертвы. Ну, некоторые из них вполне обязательны, потому что латра и я шламейх-гига – они весьма обязательны. А шламейх-гига – там, ну, так, три. Теперь, значит, он говорит так. Анарула, значит, весь спор вертится вокруг именно этих обязательных жертв. Относительно того, что нужно ли вот эта вот опираться, возлагать руки на жертву шламейх-гига, между жертвами праздника, и нужно ли приносить вообще в праздничный день, да, латра и я – засожжение, появление, так сказать. – А в праздничный день, в смысле, имеется в виду, что в сам праздник… – В Йомте, в Йомте, в Йомте, да. Именно в Йомте. Понятно, что… Понятно… Еще раз. Обязанность у латра и я, безусловно, ее по-любому надо сделать, да. – Вопрос когда? – Вопрос когда? – Да. – Но если это сукот, скажем, то понятно, он имеет в виду, что, может быть, в один из семи полупраздничных дней сукот или безусловно. – Понятно. – А если это шивот? – А если это шивот, то, кстати, когига на это есть ответ, что к шивоту лепятся дополнительные 7-6 или 7 дней, которые называются тошлюми, в которые и приносятся те жертвы, которые недопринесены сам праздник. – А, правда ли? – Да, да. Именно для того, чтобы сравнять их с другими праздниками. – Даже после праздника, да? – Да, да, да. – Теперь. – Казалось бы, право Латре и я у нас не должно быть спора, да? – Тут заявляют в некотором смысле странную вещь. – Казалось бы, право Латре и я не должно быть спора. – Что ее по-любому, и время ее принесения – это именно и есть первые емкости. – Да? – И только в случае, если она почему-то не принесла первые емкости, она приносит поток. Ну, по крайней мере, так вроде бы к ней относится в Проктате Хагиби. – Угу. – А здесь он говорит, нет. что Бет-Шамай настолько силен, что он говорит, Тор с одной стороны вроде бы как предписывает приносить Латре и я, но с другой стороны делает невозможным ее принесение в емкости. Итак, он говорит, «На хлопья бешламей хаги га льисмо, у Латре и я лькарин, дебе-чамай саври, в хагута на то хавле ашин, хаги га им у Латре и я ло». Да? Потому что сказано, и празднуйте его праздником Богом. Всему речи просыпут. И подчеркивается вот этот хаг, да? Поэтому шламы и хаги га входят в это предписание. А у Латре и я нет. Речь идет про первый день суккоты, если я пойму суккоты. – Район там. – Район там, район там. А Беделя считает ля ашин, в бедель саври ля ашин, коль да ля ашин. А вальнадарим, коль да ля ашин. Это жертва, жертва, обязательная, обязательно, значит, она приносится к Богу, по требованию Бога, верно. Беделя говорит, там написано ля ашин, все что Богу – Богу. Значит, у Латре и я тем более приносит, что она именно ля ашин, да? Она даже не нам Богу, а она совсем-совсем Богу, да? – Угу. – Вот. у меня будет согласен с тем, что прямой предписанием Тора не представляете? – Нет, не совсем так. Не совсем так. Потому что для того, чтобы сделать его прямым предписанием Тора, нам нужно определенным образом истолковать определенные стихи Тора. что-то написано прямо вот… что-то нет понятия емкость. – А вот это вот, а как ты написал? – Что ты говоришь? – Что там написано? – Ну, например, вот это. А еще много чего. «Лотер ау панайры кам» написано. «Не являйтесь ко мне с пустыми руками» написано. Это основная, основной стих, из которого учится эта самая Латрея в Роголи. – Там все дело в том, что ни в каком месте не сказано в какой… – Никакой, ни в каком месте точно не сказано, не может быть сказано, который никогда не устроен. – Да. – Потом мы из этого будем развлекать некоторые, как бы, охоты, охоты для массы. – Да человек говорит, нам кажется, что это все нужно приносить в Ёмков. Но нет, в Ёмков есть отдельные законы, которые блокируют этот приз. так он видит, так он видит, так он видит расклад стихов, как бы, в тот. А Бе Филей говорит, нет, там есть, вот там в конце стиха написано, «Ля Шем», маленькие, такими богами. И это значит, что любые жертвы, обязательные, не могут приноситься. Он говорит, «Ава, надарень, надавод, зевре, ахоль, энь, криви, бьем». Но, по всем мнениям, добровольные жертвы и жертвы по обетам не приносятся в Ёмки. В общем, похоже, что здесь нет разницы, шламим они или оловим. Потому что они лоли ошибки. Они, как бы, ты сам их решил приносить, да, мог не решать. Выхэнама равада барахала, не дарьон давод, а не травим бьем. И так же считал от равада барахала, что добровольные и по обетам не жертвы не приносятся в Ёмки. Мэйцивы. Теперь, значит, у нас идут возражения, да, Мэйцивы. 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 И мы знаем, да, этот оператор? Он возражается с приведением некоторых братьев. Это от имени раби Шимана и он говорит, что они не спорили по поводу сожжения, которое не праздничное, потому что ее не приносит. Его не приносит. Точнее еще спорить об этом, да, и не ошламим, который праздничный, потому что, как же, это надо. О чем же они спорят? О сосожжении, которое праздничное и ошламим, которое не праздничное. Теперь, значит, что это все значит? Значит, олаше и шильондаф это латре и я. Шламимше и шильондаф это шламейх и гига. Остальное это надарим и надарим. Ну, грубо говоря. Значит, теперь, значит, он говорит так. Это поэтому. Что? Поэтому мне. Поэтому так. Они не спорят. По этому мнению они не спорят. По поводу посторонней, то есть этой самой всесожжения, которые ты добровольно приносишь, они не обязаны приносить. Ее по всем мнениям приносить не надо. Не следует ее, потому что это лишнее. По всем же мнениям, шламимше и шильем тут приносить надо. Ну, поскольку понятно. Нету никаких причин, чем бы нет. Есть, наоборот, очень важные как бы приписания, чтобы да, жрать конспенсор. но разошлись они по поводу всесожжения. А что это происходит? Нельзя так. Нельзя так. Просто чуть-чуть сильнее нажмите все. Получается? Посмотрите. Если нет, я сейчас... Если знать, то должно звучать. Сочетание. Алина? Если, дай, может, кто-нибудь закрыл действительно? Да ладно, закрыл. Не, просто когда что-то сидит в конторе. Ну что? Не, в смысле, может быть, человек взял, ушел, все закрыл. Ага. Я бы видел. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Лена. А, присаживайтесь. Я получаю смс, я поставил на 20 минут. А, нет, это Лена, по-моему, по-моему. Как думаете, лучше? Вот, 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 на чем ваш WhatsApp-то доводит. Кому что? Что? Ну, это WhatsApp-ские всякие штучки. Если я посылаю с вами с Аней, то она и приходит к Аней, я не смотрю, например. А у меня напишут, а там написано, кто посылает, или знаю почему. Ну, написано. Начинаем смотреть, посмотреть, опять напряжемся. Так, друзья мои, давайте, мы сейчас ровно посередине брали, ты как бы, сейчас нить от нас опять ускользнет. Мы уже почти ее поймали, и сейчас она ускользнет опять. по поводу обязательного всезожжения, то есть ла, тре и ля. И по поводу посторонних шламин, то есть шламин, которые идут по обету и доброгоду. По обоим этим поводам бет шамай омрим лой омрим я ввей. По обоим этим поводам бет шамай считает, что их ввесить не следует, а бет шамай считает, что следует. То есть где у нас расхождение с позиции улы? Кто вот отлично, вот хорошо. Хорошее упражнение это. Где расхождение с позиции улы? Почему это мейти и вывей? Почему это возражение? Потому что он, ула, не различает ула, которая приносится то есть он не нет, подожди, про улу не знает. Про шламин могу, наверное, Ага, вот, вот, очень хорошо. Он, 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 он не различает шламин, который обязательно кафе и гига и ту, которую можно принести дополнительно. Наоборот. Ула очень, даже различает. Елель в интерпретации улы различает шламин, который, который приносится по обязанности Торы, да, шламин, и шламин, который приносится по обету, например. Елель в интерпретации улы, да, Алиба да ула. Для него шламин, и гига, да, приносятся, но они и для, они и для, собственно, дайчамая приносятся. А шламин, который по обету не приносится, в интерпретации ула. А в интерпретации этой братья, да, приносятся. Шламин приносятся любые по елелью. Да? Опять же, поскольку это продукт питания, то какая нам, какая нам, собственно, разница между тем, обязательно это же это не совсем обязательно. Если мы даже в своем подсобном хозяйстве, да, не в храме, а просто, просто лично в дворе, я могу забить того козла и просто тупо его съесть. Да? Почему, собственно, что мне препятствует принести того козла в храм и принести его в исполнении обета, древнего обета? И точно так же съесть. Да? Ну, поделитесь там. А вот с раю я не поняла. Все. Больше никаких различий нет. То есть речь идет только пошламей. Да. Метивы бьет в эту точку. Только пошламей. Причем пошламей надарим в этот доктор. Правильно? Пошламей шейнам шрион. Тарит свеи махахи. Он говорит, что мы найдем по-желу. А. сделаем то, что могли бы. Да. Ну, кто рискнет сейчас дальше почитать? Ну, это чуть менее просто, чем было до сих пор. Тарит, да. Тарит, да. Тарит, это Терутс, да. Значит, Ула, по всей видимости, Метаритс, да, как бы пытается натянуть свою сову на чужую глобусь, да. Значит, Таритс, это обычно отмазка, да. Это некоторое слабое сравнение, слабое объяснение того, что здесь произошло. Слабое оно почему? Потому что оно действительно таки натягивает сову на глобусь. И как оно натягивает ее на эту сову на тот глобусь. Таня. Ну, о ком говорится по-другому? Еще раз. Тот, кто Таритс, Вейма. Эйма Аниме Таритс в Умерках. Аниме Таритс, это ты считаешь, что это Ула? Ула или некто, или редактор от имени Улы. Это понятно, что это обратно на тот мейтивый. На тот мейтивый, который как бы это... Ула говорит, Ула говорит, я вижу, Миш, ну, так. Приходит некто, ну, не знаю, никто, и говорит, ну, стоп, 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 есть вот брака, которые видят совершенно по-другому. Ну, не совершенно по-другому, у некоторых подробностей по-другому. Ну, как-нибудь, вот мы сейчас их вот немножечко так подожмем, и они ближеше ей подойдут. Значит, как мы их поджимаем? Аня. Говорил раб Шиломин неделю назад. Вечно, Майя, две книги спорили про жертвы всесожжения и Шиломин, которые не относятся к тем, кто. Они оба были согласны, что те, которые не относятся, те, которые не относятся, которые не относятся. А те о Шиломин, которые относятся к йогдон, их надо приносить в йогдон. Да, и поэтому они не спорят, все согласны. А спорили они о том, о жертвах всесожжения, которая убегательна по поводу йогдон. Отрея, собственно. Да. И по поводу йогдон, ведь самая габарит не приносит, чтобы эти деньги надо приносить. Окей. Окей. Значит, мы поднатянули немножечко сову на этот глобус и сказали, то, что он тут, как мы это сделали. Когда он говорит, альман и хлыку, а у нас ши и шильон, то говорят, шламим шейнам шильон. Вот этот шламим шейнам шильон, то мы как бы выбросили. Выбросили. Он теперь, наоборот, из рассуждений. Он теперь не перестает различать шламим шильон, вот эти не дарим. Он их уже... Наоборот. В смысле? А, ну да. Он говорит, это по-любому там нужно, если это в ентах. Так что ли? То есть он сейчас не говорит про шламим. Не-не-не-не-не-не. Подожди. Еще раз. Шламим шейнам шильон, то шейнам трепет. Наоборот. Они выкинули ее вдруг в ту патиколию, где там надаримы надавок. В первой, в первой, в первой позиции. Да. Они как бы, они просто тупо совместили эту позицию. Лишнюю деталь они просто тупо отбросили. Выкинули. Почему так можно? Почему так можно? Да. Вот. А мы шламим надаримым договором для пяти или крылья. В кашь или... А, это вот, это то, что мы... А, как, как, механизм этого натягивания Раши нам как раз не объясняет. Он, наверное, сам, сам в некотором офигении, как мы это так вот. Но, правда, и мудреццы в Талмуре тоже в офигении, потому что следующая, следующая фраза такова. Аня? Танай! 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 Шакалт. 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 Шакалтня. Шакалтня. Ну, не ладь, шакалтня. Окей. Что это все значит? Это, значит, Танай, это махлоки Танай, да, некоторое разногласие между мудрецами прежних поколений. Он говорит, когда ты натягивал сову на глобус, ты забыл, ну, как бы, забыл, не принял его внимания, устранил, на самом деле важные разногласия в мире Танаях. Что на самом деле там сова отдельно, глобус отдельно. Да? Сова принадлежит одному мудрецу, а глобус другому. И они не разные, они не согласны между собой. А ты их выбросил из мира, да? Танай, Шакалт, Танаях. Ты выбросил из мира целый большой спор Танаях. Да? Забрал из мира. Это нельзя, нельзя, это негодный, негодный способ приступать со спором Танаях. Если один мудрец думает так, а другой мудрец думает иначе. Давайте зафиксируем и не будем вот так вот делать. Вот так. Гармонизация хорошая, пока она не разрушает собственно важных вещей. А тут она разрушает. Говорит, а и где собственно? И где это? А, нет? Танай. 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 Окей. И что здесь написано? Потому что есть такая Брайт. Да, учили Брайт. Которые ради Йома приходят... Ну, это то же самое, что шламин. Шламин Хагига? Шламин Хагига и шламин Симха, особенно. Шламин Симха тоже, да. И плюс шламин Симха. Те шламин, которые посвящены, как бы, Йома. На Дари Мандалот, они левые. Ты их когда-то там обещал, а потом, значит, тут решил, что уместно было бы их за одного принести. А так работает. Что? Что надо делать, например, на камине заранее, а, собственно, залезать двое другое. А двое другое другое. И руки не кладут в съемках и залезать. А вот те жертвы, которые имеют беденцы, и все заблуждено, кто их не будет. Так. Теперь, кто объяснит теперь, что здесь произошло? Слышнение, это ужасно простое еще. Ну, они теперь отбросили... Ну, они объяснили, может быть, то, что вот Мишне Бейт Шамай не разрешал накладывать руки. И это все фигня. Это про накладывание, про наложение руки. Забудьте, оно тут сейчас не играет никакой роли. То есть они решили... Что нам, что здесь, что здесь в этой брайте важно? Что они перестали говорить, не включать вот эти недаримные добычи. Да? Потому что она тернаический источник. Ула, когда говорил вначале, опирался на свой собственный авторитет. Когда ему... Он подкреплялся там максимум Равады Барагавы, что мы дарим одного интервью. Он тут... Равада Барагавы тоже... Тоже... Мишелан. Он тоже амор. Вавилонский. Ничем не чище, не учуще. Вавилонский. Теперь, когда нам говорит Рав Каан, Рав Йосеф. Говорит... Это значит, что он сейчас из рукава вытянет вторую брайту. Второй мечнаический источник. И скажет... Он думал так. А у меня есть брайта, где некий мудрец. Думал по-другому. Вот, вот, вот. И весь смысл. И Ула стоял на этом самом мудреце. Не надо их гармонизировать между собой. Они разные говорят. Да? Вот и все. Вот, 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 собственно, то, что здесь произошло. У... Этот самый... Как его звать? Раджимун Бен-Эль-Азар. Считал, что надарим, надавод... Если они шламин уместно принести в Йонду, по мнению Бет-Илелеву. Да? А этот неизвестный автор этой второй брайты считает, что нет. Надарим Давод не приносит ее. Зеу. Зе коль айнян бит... А коль. Зеу. Все, 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 что мы здесь добились. Добились, что мы поставили это мнение на мнение некого анонимного в данном случае Таная, который спорит с Раджимун Бен-Эль-Азаром. Вот. Вот по этому поводу Раджимун Бен-Эль-Азаром. Вот по этому поводу Раджимун Бен-Эль-Азар. Вот. Да. Ты сделал передергивание, да? И если бы оно было на ровном месте, в смысле, если бы там вокруг ничего не было, контекста, да, то оно к тебе сошло. Да? Мы не такими передергиваниями занимались, если между нами, девочки, да. Но, коль скоро у нас на самом-то деле есть источник, который думает иначе, чем Рапширму, то это передергивание будет, а, замечено, и, б, ну, коделябраму, в общем, не стучим, да, в смысле, что вот же Брайтон, и она ничем не хуже, нет у меня никаких знаний считать, что ее автор хуже чем-то, чем Рапширму, Дэн Леоса. Он считает так, а вообще, например, Азар иначе. Забава. Вот так вот, вот так вот, устроен наш мир. Да, думаю, что да. Сейчас. Да. Да? 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 Как это Брайтон, как Слава Улыб, потому что, на их стороне очевидный честный перевес. У нас есть Брайтон, у нас есть мнение Улыб, у нас есть мнение этого Равады-Барахады. Подавляющее большинство Амураим, во всяком случае, держат с этого мнения. И у нас нет никаких оснований предпочесть мнения Рапширму Дэн Леоса. Опять же, он ничем не лучше. Бывает, бывает, но для этого нужны некоторые... Смотри, как устроена... Ну, это, может, не моя тема, но, в принципе, нужно понимать, как устроена психата лоха, как бы, да, как устроено установление лохи более поздних поколений. Рамбом, вот ты. Да? А если мы рядом Талмуд? Ну, либо там, либо в Талмуде написано лоха, так-то и так, обычный, так и есть. Да? Если этим заканчивается обсуждение, если не заканчивается, там еще могут быть всякие разные нюансы, да? Но если обсуждение заканчивается, там, рова обычного не выносит, писать лоха, лоха такая, очень хорошо. Я говорю, это облегчает нам работу. Если такого счастья нам не приваливает, то мы смотрим, у нас есть некоторые правила, установленные ГАОНами, если я ничем не путаю. В каких спорах побеждает кто? Да? ГАОНы – это мудрецы промежуточных поколений между собственным Талмудом и уже средневековыми, как-то, мудрецами, комментариями. Ну, и Раши, например. Раши, он ученик учеников, учеников, если я не называю это ГАОНИМ. ГАОНИМ – это руководители. Дело в том, что после времен Талмуд ничего, собственно, в Вавилоне не изменилось. Организационная структура была такая. Все те же самые Иширы предлагают функционирование часто в тех же местах, иногда в других. Этих Ишир были. И, кстати, и здесь, кстати, тоже. Они там немножко подзачахивали, потом обратно расцветали. Так вот, руководители этих Ишир называют ГАОНИМ. Ну, вот эта самая эпоха, примерно между завершением Талмуда в начале шестого, скажем так, и появлением, собственно, уже аллогических систем, так сказать, в конце первого тысячелетия, называется Эпоха ГАОНИМ. Она дальше, она пересекается немножко, потому что у них были еще и после того, как центр, собственно, еврейской мысли переносится западнее, да, в Северную Африку, Испанию и Европу. Но тут еще продолжает функционировать что-то и здесь, и в Вавилон. Потом уже, по типу, Гусефа, там Рафса Адегон, 10 век. Когда уже, собственно, 10 век, он практически со временей Граши. Что есть со временей Граши? И вот, собственно, я к чему, собственно, я к тому, собственно, что когда Рамбом видит вот такую судьбу, да, и, допустим, не видит никакой другой судьбы, да, на эту тему, на самом деле там есть что-то такое еще в Кагине, но неважно. Если он видит, если считается, что, будем считать, что это судьбе единственное, судьбе на эту тему, и на ее основании мне нужно вынести аналогическое решение, потому что он смотрит. Он смотрит. Если бы у нас был некоторый тяжеловес здесь, да, человек уровня Рабя Киева среди Танаима, или уровня там Рава Шму, или среди Амураима, или там, whatever, кто-нибудь, кто-нибудь из больших. И мы бы начали читать репу и думать, на какой он стороне, как бы, и кто против него будет сказать. У нас нету здесь тяжеловесов. У нас есть анонимная Брайта. У нас есть Раби Шимон-Ден-Лазар, который менее анонимный, и это плохо с его стороны, на самом деле. Если бы он брал Раби Акиева, это был бы ему плюс. Поскольку он всего лишь Раби Шимон-Ден-Лазар, это значит, что мы можем очень легко его мнение свести к его частному мнению. Как думают Раби Шимон-Ден-Лазар, и больше никто. Анонимное мнение в этом смысле сильнее. Плюс у нас есть поддержка двух Амураимов, которые думают точно так же. Явно, мастера, мы тоже так сделали, скажем так. Ну вот, примерно такая логика. Есть некоторые правила, есть даже список правил от Баона, как кто, кто выигрывает, какой логический спорт. Но иногда даже и без этого, и часто без этого, мы вполне обойтись. Более-менее непонятно, как получается. Хорошо, кто следующий? Зорк, ну, что такое? Это самое, жарко, работоспособность повышается. Почему это? Ванны Танай и Ванны Танай, и эти Танай, они идут параллельно всем Танаям. То есть, в смысле, у нас есть еще один Ахлопин Танай, который параллелен тому, о котором мы говорили. Булки, с этим самым, с жертвой, благодарственные жертвы приносят 40, если я не ошибаюсь, булок. Они, ну, разного типа, они квасны, по природнице. И это, в Песах, ну, никак, ну, вот, ну, никак, теперь, естественно. Ацерет это живот. Ч живот, потому что это опасно, что в Ёнтов. А в Ёнтов такое не должно приноситься. А это известно, что ацерет это живот? Это первая часть, значит, итак, благодарственную жертву. Благодарственную жертву приносится в благодарение за что-то хорошее, что с тобой случилось, да? Значит, она, вроде как, она мирная жертва, да? Это мирная жертва, она естся. Она приносится с булками, да? Это животное из 40 булок при нем, разного типа булок. Четырех разных, значит, она не привязана к какому-то времени. В этом смысле не обязательно. Нет, на дарьи мандалары они такие же обязательные, как любые другие, потому что они не привязаны к времени. Да, если ты дал обед, ты должен его выполнить. Вообще, вообще, ты, в принципе, должен, да, привезти благодарственную жертву. Но это не ограничено определенным временем. Ну, как мы потом увидим, немножечко ограничено, но, тем не менее, нету специального дня, в который ты как бы… И вот ты, значит, приперся, значит, в паломничество. Когда человек из провинции появляется в Иерусалиме, может принести жертва. Прежде всего, враголит. Так, других времен у нас нет, там, страда, пахота, сев, там, уборка. Ну, в общем, короче, дел много, переться в Иерусалим долго, жертв скапливается, в общем, не так уж и мало. Поэтому есть смысл их принести с чем? Да? Когда ты, значит, уже и так, собственно, пришел. А когда ты приходишь? Приходишь ты три раза в году. В Песах шел. В Песах теперь, да, и благодарственную жертву есть, как бы, есть большой соблазн принести их тогда же. Однако, в Песах мы их принести не можем. Ну, в Песах, ну, то есть, просто так, даже и спорить не о чем, да? В Песах нельзя приносить, потому что человек булочки. Ну, почему? Если уносит только ликосла? Нет, он приносит 40 булок, примерно. Он ввязан свой? Да! Часть, приятного года, скажи же, это ввязан 40 булок. И все, и нету, нету, тут логического выхода нет. Они должны быть заквашены. Это, как бы, это квасные булки. Ну, как делать? Оттуда? Значит, режется, там, по-разному. Да. 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 Так, а с козлом нет проблем. Проблема с булкой. Просто благодарственная жертва. К ней идет, говорит, это 40 хлебов. Она состоит из козлом. А в Песах-то, в Песах, амец, нельзя. Нет, нету, нету возможности их принести. Тогда это не благодарственная жертва, а хрен знает что. А во всех, кто даст? Да, да, конечно. Это часть, часть самой жертвы. Поэтому здесь Песах мы забанили. Песах мы автоматом забанили. Песах нельзя, это всем понятно. Этим булком просто не откуда у тебя взяться. Да, 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 да. Пожалуйста. Вот. В Шву. В Шву тут один день. Он весь, весь из вио-емки. Значит, автор этой… А как с Ашломен? А Ашломен можно, но это предположить… Ну, мы сейчас не говорим об этом. А Ашломен ставит в трактате «Хагигатор». Не в этом дело. Нам сейчас важно мнение автора, мнение автора этой Брайты по поводу, можно ли приносить это в емку. Автор этой Брайты считает, что нет, нельзя. А, окей. Вот. Да? Хотя как раз швоты приносят, самые булки приносят, да, там швот, да, там приносят именно вот эти вот белые классные булки, да, пшеничные. Собственно, как общественные жертвы приношения. Ну, и так, казалось бы, очень даже уместно, вот и свои сорок булок туда-то опущены. А нет, согласно автору Брайты, это не приносится в емку. Потому что надо зарезать… Потому что это не то жертвы приношение, которое относится к емку. Мы же говорим, что оно параллельно тому спору там. Вот оно и параллельно. Он говорит, одни считают, что шламю можно приносить, и даже если они не это самое. Другие считают, что нет. Потому что надаримого народа энкравимбы емтовны куда. Ну, а туда она как бы по статусу типа как надаримого народа. Ее надо приносить, но не в определенное время. Окей. А в субботу как раз хорошо. В субботу как раз хорошо. Ну, имеется в виду, видимо, что не в первый день, не в первый емтов и не в шменяце. А, ты же только что сказал секунду назад, что он говорит про емку. А сейчас ты сказал? Нет. Он говорит про праздники вообще. Смотри, как устроена Брайта. Это понятно. Там другая причина вообще. То есть если бы в швоте были какие-нибудь холямоиды, то, собственно, почему бы и нет. В швоте нету холямоидов. Он весь себя емко. А автор Брайта явно считает, что такие жертвы, подобные жертвы не приносят емкость. А в субботу, пожалуйста, только угодно. Именно холямоид. По всей видимости, сравнивая того с того живота с этим субботом, мы делаем автоматический вывод, что наверное холямоид. Мы сейчас будем обсуждать. А я кричал дальше. Рабешима мэр. Рюмэр. 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 В данном случае это... Что? У вас даже я не слышу. Запись у вас вообще. Чего? Я в этом это всего ли... Так я... Я просто сейчас не слышу. Да, нет, нет, Шимэр. Если будет громче, то это будет наверное о томичнее. Раби Шиманов говорит, ведь он сказал... Он это кто? Он это автор байка? Нет, это, грубо говоря, Бог в данном случае. Это историйная песня. Раби Шиманов говорит, ведь он сказал... Ведь сказано! Ведь сказано! В хага Мацор, в Песах, и в хага Шапло, и в хага Суко. Но что-то там, некоторое что-то происходит, это в книге Дворин. Это в книге Дворин. Можно для интереса посмотреть, что именно там происходит. Сейчас я помню, что люди это знают. Но сейчас там это не очень важно, что именно там происходит. Про нечто что-то... Когда книга Дворин говорит про Рогалим, вообще она говорит про них подряд. И в хага Мацор, и в хага Ашлот, и в хага Суко. Нечто происходит. Значит, нам важно только, что они упомянуты вместе в одном стихе подряд. И мы можем сделать операцию, которая называется Экэш. Экэш. Если некоторые два чего-нибудь, или всего лишь три чего-нибудь, стоят прямо вот непосредственно рядом друг с другом, мы можем их сопоставить. То есть, они обязаны быть... Мы можем чего-то учить оттуда сюда или отсюда туда. Окей. Теперь, что, собственно, мы собираемся учить? Вы же о чем-нибудь не прочли еще. А, сейчас. Можно нас огласить, что мы собираемся. Кол шеба бэхага Ашлот, ба бэхага Шаблонта бэхага Суко. Каждый, кто приходит... Не-не-не-не. Всякое, что приходит, приносится, уместно сделать, можно сделать. Ну, в данном случае, имеется в виду жертвы, которые приносятся. Бэхага Ашлот, бэхага Ашлот, бэхага Ашлот. Всякое, что принесится, бхага Шаблонта, приносится... Можно принести. Можно принести и тогда это баа. Веколь шаблонта бэхага Ашлот, и но ба бэхага Шаблонта бэхага Ашлот. Окей, стоп. Это мнение Рабшимана. Рабшиман говорит, если уже ты запретил принять, приносить благодарственное жертву бхага Амадсу, то есть пэса, ты не можешь приносить никакой праздник вообще. Из-за этого и кэша. Писание, да? Бхага Ашлот, бэхага Ашлот. Все праздники мукашин, как бы, да, эхадэшин. В каком смысле? В том смысле, что те жертвы, которые нельзя приносить в пэса, нельзя приносить ни в сухо. Значит, он забанил сухо тоже в результате, получается. То есть благодарственную жертву в результате можно получить, можно приносить только в неудобное для человека время. В бухганде, собственно. Так. Это второе мнение. Первое мнение, это мнение анонимное, с там браке, там и там. Которое говорит, что то да, приносится, но не в емках. В емках не в емках. Второе мнение, приносится на нем в емках и не в... Ну, не в пэсах, понятно, потому что, 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 а второй говорит... Рэпширн говорит, ну, раз уж пэсов, неправильно, значит, и лайки еще никогда. Потому что они стоят в пэсах. Потому что, да. Теперь у нас третье мнение. Сынок его. Раби Лазар, сын Раби Шимон, приносит человек жертву туда, в праздник Сухот, и он тем самым выполняет обязанности в десерии праздника. Да, вот эта самая благодатственная жертва ему служит как шламей сингха. Да? Мы помним, да, что там идут ОлатРа, шламей хагида, шламей сингха. Шламей сингха. Ну, мы ее спишем, как бы с налогом. Да, да, совершенно верно. Мы ее... Да, именно так. Мы ее... Она так с дэкцией была, так сказать. Вот. Мы ее спишем, значит, нашламей сингха, но... Но... Жертву хагида нужно приносить такие... Да, он не мог, но засчитать ее за жертву хагида это будет быть уже кучпа. Кацат, ю термин, да. ну, б еще и в ОлатРа и ядь. Так и так дезалпись. Это вот такая вот братья. Что нам... Что нам дает последнее мнение? Первые два мужа вроде как обсуждали. Они понятны. Так и первое мнение разрешал принести ее в Сухунду. Танокам тоже разрешал. В чем разница между Таной Камой и Ирабдазарбар Абшином. Ничего не добавляет, да? Нет, он там что-то добавляет. Дальше. Нет, нет, нет. Дальше. Дальше. Смотрите, там мелким шлифтом написано, что ее можно засчитать как шламе сингха. А когда приносится шламе сингха? А, то есть он тем самым говорит, что шламе сингха можно принести в енку. И значит, этот тот ду мы вроде как тоже можем принести в енку. Если она засчитывает за шламе сингха. А шламе сингха приносит в енку в ради енку. И по всем вроде как мнением то, что приносит в енку в ради енку, в да, можно приносить. То вроде как получается, Алибадараби Ираби Азарбар Абшином этот тот ду можно впихнуть даже и в енку в шельсупу. А теперь вопрос. Почему же мы не можем ее впихнуть в енку в шельсупу? Вот. Вопрос. Поэтому мнение непонятно. Сейчас посмотрим. Дальше идет обсуждение. Дальше идет обсуждение. Это правильно. Что? Потому что енку в шельсупу. Потому что енку в шельсупу. И из-за этого мы делаем вывод, что в сухот в енку тоже нельзя. А здесь получается, что... А здесь он ничего не говорит про шельсупу. Но про сухот он говорит что? Что это туда замечает шламе сингха. Шламе сингха из всех всех обсуждений. Она да, приносит в енку. Она именно что в енку даже и приносит. Потому что лучше всего ее в енку приносит. Ну. И вот оно счастье. Значит, теперь получается, что вроде бы как первый Танакхама. Это мы сейчас увидим в обсуждении, но просто прямо сейчас уже вроде бы как видно. Что вроде бы как Танакхама говорит, что он только в фоле моды. Ну, Райпшим вообще радикал, как бы и экстремистов. Мы все про него давали. Даже его сынок от него несколько отстает, как мы. Опять же здесь видим. Райпшим говорит, Э, в празднике забаним, пусть он, сволочь, эту благодарственную жертву в будни приносит. Он так лучше прочувствует. Тот же самый, тот же. Он. Он, да. Нет, там он либерал. Но по сути, по сути, он экстремист. Тот же самый, Райпшим, он такой в пещере. Что? Ну, в некотором смысле, да. Это вообще очень интересная, очень интересная на самом деле тема их отношений с сыном. Особенно логические отношения. Ну, вот здесь у нас же с сыном тоже рассказать. А сын говорит, нет, наоборот. Наоборот. Пусть даже вместо сломы семья ее жрет. Да. Чем не благодарственная жертва? Тоже хорошо. Вот. Значит. И получается, что он даже сам праздник ее принесет. И дальше мы должны сделать... Вопрос про швот. Ну, как бы остался вопрос про швот, но пока мы видим, вроде бы так. Что здесь, здесь мы должны искать различия между Таной Камой и Райберазаром и Рабишимом. И именно здесь этот спор и будет повторять тот наш спор в предыдущей субьи. Да? Айтанайпи Райтан. Да? Как же будет? Это будет цель. Именно здесь будет. Потому что Рабишим там вообще не в тему. Он как бы... Он совсем про другое поет и из другого места учит и вообще про другое. Рабишим он сейчас... Это не то, чем мы как бы в первую очередь озабочили. Мое мнение ясно, но не попадает ни в одно из мнений, которые нам известны до сих пор. Как, собственно, Рабишим он им свойственно? Это все понятно. Про него мы все поняли. Теперь, значит, про это. Давайте Шимон обсуждение. Кого его? Ну что ты, Рабишим он, а если его не держать, он же всем взглядом поубивает. Не, он же самый крутой там. Поживник. Нет, ну что сказал. Кроме полтонода написано. Самая интересная страница. Ищут книгу Зова потом. Вообще. Не-не-не-не-не. Вот так мы не будем поступать. Целый лак-баумер. Что же это? Это мы так... Конечно. Ражбе. Рабишим он, браюхай. И сыноковы, Раби-Азабы, Рабишим. Да. Оба сидели в пещере, там, известные, мы сидели в пещере. Вот. Нет. Так именно за этим, именно за этим нам же нужно, нам нужно, одна из наших целей. Ну, я не знаю, чьих наших, но одна из, мне кажется, целей. Ну, на, вот моих личных целей, да, это как бы видеть весь спектр доступного и возможного, да. Чем он ширше, тем он, в смысле, лучше. Да, то есть, как бы... И вот, и именно так я вижу, где граница есть. Где ее можно подвинуть дальше. Ну, короче, вот так. Да? Рабишим в этом смысле самая интересная фигура. Да? То же самое, то же самое, как в этом самом, как в... Ну, вот в этом споре, где посещен в пещеру попал. Да? Когда там, 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 что-то началось. Три мудреца рассуждают. Один мудрец, Рабиуда, говорит. Римляне принесли нам прогресс и процветание. По настрою тут бань, мостов, там, дорог, там, все вот это. Рынков. Рабиус молчит. Ничего не говорит. Что-то как-то не решительство. Все нам говорят. Все, а не процветание. В баню они там купаются. А мосты им там, что-то, что-то собирается. Ну, в общем, короче, вот как-то так. Вот. Ну, и дальше там наши вот ступачи, как бы, дальше все завертелось. В смысле, вот зачем мы его держим? Вот за этим и делаем. А кто бы иначе все это говорил? Ну, вот. Притом, что всем ежу ясно, ежу ясно, что Рабиуда, конечно, прав. И что Римляне, конечно, принесли прогресс и процветание. И что мы до сих пор по этим римским дорогам отчасти даже ходим. И этими водопроводными там пироги, говорят, даже не... все это правда. Но если никто не скажет вот этого, то мир будет гораздо днее, мне кажется. Ну, я так вижу. Да то же самое и здесь. Можно ли приносить в праздник, или нельзя ли приносить в праздник? Например, вот сейчас мы забаним, и оставим. И все. И дискуссия ушла совершенно в другую сторону. Ну, ведь с его точки зрения, дискуссия ушла совершенно в другую сторону. Можем ли мы так толковать писание, например, и не можем. Да? Тут вроде бы этого не будет, но было бы интересно. смотри, там, лидическую дискуссию. Который говорит, а что скажут на этот, как бы, там, те, кто... Этот путь просто закрывается, он не развивается. Вроде бы здесь не развивается. Даша, это интересно. Вроде бы, да, 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 мне тоже интересно, мне тоже интересно, что бы сказали там оппоненты Рабишемена на этот стих, как они его депутаты. Наверняка бы не нашли их сказать. Вот. Но, но, но не сказать этого совсем, ну, это странно было бы, да. Ну, есть песня, слово не вейкинешь, у Рабишемена точно не вейкинешь. Оперых не даст. Вот. Потому что он круче всех практически на этом. Это там все признают, опять бы. Вот. Нет. А это велико... Ну, ладно, не важно, это я потом не буду. А то. Как-нибудь. Что же это? Проеду. Ну, вот. Конечно. А то. Да. Не, я уже не борюсь, я уже поборол. я, как-нибудь в другой раз. Какой-нибудь приудобный случай. Ну, просто длинный очень сухья, это я, я бы принес на какое-нибудь занятие, но заодно занятие просто не выучишь. Длиннющая сухья про Раби Лазарова, Раби Шибен, волшебная совершенно, просто, 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 невероятно, невероятно прекрасная. Можно какую-нибудь кейтану устроить. Ну, не знаю, рассмотрим. Расскажи, какие-то идиоты, которые не были. У нас просто еще бейцы много, понимаете, нам очень, мы, мы даже за будущий год не закончим. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Так, шмоль, я ж, гоби с ним. Амар-мар. А, дальше все? Ну, понятно. Амар-мар это гиперсцинка, ребята. То, что у нас, как-то называется гиперсцинка. Это, ну, в данном случае, это приведение мнений из этой обсуждаемой брати, да, он говорит, вернем, а теперь будем обсуждать. нефть-то сказал, там, тем более, что это анонимное мнение, там, даже не сошлешься на кого-то, нефть-то сказал, та-та-та-та-та-та-та-та. Что мы по этому поводу думаем? Мы по этому поводу думаем, мы вообще не с этого говорим. Ну, пши-то это, об этом. То есть, он берет, приносит вот это вот. Он разбирает не цитаты, как бы. что было, да? Да, то, что было, он разбирает на цитаты, как бы цитаты обсуждать, он будет обсуждать отдельно. Амар-мар. Ну, Амар-мар, потому что они приносят благодарственную жену из-за хамекс, которые будут перевести. Это понятно? Ну, да, что, 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 что вдруг мы, мы вообще задались этим вопросом. Хамекс нельзя, нет, нету, не бывает. Нет. разговоры между... не, нет, 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 сказал Равада Брейгравийцк, а некоторые говорят, что это был Равшну ильбарада. А, то есть, мы не знаем от имени какого точника нудреца это передается. Значит, да, тут мы немножечко сейчас, конечно, тут, да, читать можно, понимая все, как придется со мной. Значит, она говорит, мы могли бы притвориться, что речь идет о 14-м числе, 14-м Минессане, да? Когда еще ХМС, в общем-то, полностью запрещен, да? Мы утречком 14-го Ниссана принесем такую благодарственную жертву, а есть у меня ее когда будет? Сразу? Нет, как у меня? Сразу запрещено есть, в ПЭСах не едят. Дальше у нас куча дел, во-первых. У нас куча дела. Но 14-го приносили как раз пасхальную жертву и ели через ее вечером. Понятно, понятно. То есть теоретически мы могли бы подумать, что мы приносим эту ту-ду незадолго до пасхальной жертвы и оставляем ее на вечер. Но тогда ее придется сбрасить. В эйновей им кудашли, но бейтапсуль. Бейтапсуль – это то место, куда, собственно, мне кошерные жертвы сбрасывают мусор. То есть не можешь принести жертву, заранее зная, что ее придется выразить. Векасавар. Он думал, он считал. Да, пуф в арамейском, это примерно, это приставка настоящего времени, которая в течение времени, как и многие другие вещи в арамейском языке, практически стала буквой паразит. Или перешла на каф? Нет, на каф не перешло. Глаголы пуф там и осталось. Пуф это, судя по всему, осталось от глагола кам. Стоять, стоять, стоять. Камвасавар. Камвасавар. Касавар. Вообще вот эта вот приставка ка, она паразитна, она примерно популярна. Вот. Вот. Но... Что? Это не приставка, как правильно сказать. Ну, это, да, это скорее, скорее супер. Да, да, да. Ну вот, вот и она, примерно, как артик. Такой артикль в настоящее время. Когда-то был в настоящее время, и на самом деле, сейчас уже более-менее не такой. Вот так приятно. Вот этот алиф в конце примерно такая же фигня. Меня учили во всяком случае. И еще раз переводим это чуть более дисциплинею. Значит, сказал некто из этих мудрецов, вот перечисленных. Здесь он... Здесь он... Здесь мы... Речь идет о четырнадцатом числе. Четырнадцатом не сам. И тот, кто это говорил, считал, что не приносят святыни, то есть жертвы, лебетапсу прямо в помоле. Да, заранее знаю, что они... Видимо, кто-то считал иначе. И поэтому это не вшито. А, поэтому... Поэтому это не вшито, да. Поэтому есть смысл об этом говорить, что мы не можем вместе как бы с паскальной жертвой... А на самом деле это правильно, потому что ведь на самом деле... Понятно, что правильно. Нет. Потому что четырнадцатого не самая, на самом деле, это и был уже праздничный день как бы. Он как бы, да. Он является важным началом святыния. Он является важным началом праздника Песа, потому что именно тогда приносят паскальная жертва. Да. Теперь мы пытаемся обмануть всех, как бы, да, у них, собственно говоря. И... И вот стоит огромная очередь с этими Песовками, да, и ждут пока эти самые Куэны... А один пришел за тот. Один, значит, без очереди. Без очереди, без очереди. Ему нужно до этого всего. Без очереди, значит, со своей то-дой. Вот. И булками. А-а-а... И... И... Чувак, ты... Ты это сам... Ты совсем дурак. Мы, мол, придем. И что дальше делать будем? Все, у нас это самое... Бегу Хамец. Вот сейчас... Без пятнадцати уже как... Как это... Эээ... Да, вон, очередь стоит. С Песовками. Они уже... Они уже Хамец-то сожгли. Вот. Эээ... Вот. Эээ... Как-то так. Эээ... И... А что случилось? Это... 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 Это соль? Это соль? А, это, наверное, не очень приятно. А... И там, и там соль? Что там, и там? В смысле, в двух банках соль? Прямо хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Наверное, давайте посмотрим. Так его отец как раз начинался, его отец в то время умер, да, с этого, собственно, это как раз и есть та волшебная судьба, о которой я, с этого она начинается, он просто сотрудничал с Фремлем, он был полицейским СССР, вот этот вот Рабеля Забора Абешим, это не у меня, это уже Ушмулин, Евгений, он говорит, сын Рабеля, Рабеля Забора Абешим, он, когда папа, папа давно помер, а он это самое, отсидел в своей пещере, он потом пришел на службу Кремлем и стал полицейским СССР, он говорит, как же папа, ну, так, 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 это долго, 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 интересная очень история, вот, давайте, давайте дальше, продвинемся, Да, это выясняю, что раз он, раз он, раз он, раз он говорит, что он считает, что Левый Ж, этот, Йонтов не приносит. Когда именно Фаго Супор, если ты скажешь, Йонтов, так вот же он же только что забанил, что вот, из-за того, что он Йонтов. Так ведь это же, может, все это повторяется. Мы это делаем, мы это, да, совершенно верно, это не они повторяют, это я заранее воспроизвел часть их дискуссии. Они, они точно так же, как я, как я перед этим, разжевывают нам смысл этой Брайки. Все это странно, они часто этим занимаются, потому что там же уже было написано. Не, они не часто это, они не всегда этим занимаются, но, смотри, еще раз, в данном случае нам же важно поймать, поймать, где ай-та-най-ки, ай-та-най, где вот это, соответственно, тому же уроку, предыдущий субъект. Поэтому ему приходится, как бы, разжевывать это, по лавку, по строчке. Ну, или, абсолютно, такую методическую, как бы, методическую линию он выбрал. Значит, когда афора молит? Далее. Но Рабишимон говорит, что в эти три праздника не помосятся. Не, он говорит, что есть, не, ну, дальше, то, что он говорит, как раз следует, это цитата из писания. Просто повторили дословно. Нет, это цитата, не просто повторили дословно, а просто цитовали брали. Еще раз. Прежде чем обсуждать, нужно понимать, какой именно кусок ты обсуждаешь. Мы обсуждаем вот этот кусок. Значит, дальше, что, в чем состоит, собственно, обсуждение? Шумыль? Матки флы, раби, заэра, ашта, салтэй, мисалтинан, надаривы, нэдвод, ми бияй. Мибай. 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 Окей. А давайте разберемся, что это все значит. Хашта, салтэй, мисалтинан. Матки, да, он наезжает, нападает на эту браль. Да, он нападает на браль. В каком-то смысле это та же самая вшита, только немножко по-другому заверченная. Он говорит так. В холямоэд нам разрешается даже рубить дрова, салтэй, мисалтэйнан. Да, даже рубить дрова для самого этого моэда. Надаримуэм, да, вот мы бай. Зачем нам нужно специальное разрешение? Да? Зачем Танакама специально разрешает нам? А, не Танакама, это Матки Фрапшимана. Матки Фрапшимана, конечно. Почему Рапшиман запрещает нам, наоборот, Надаримуэм, да, вот. При том, что можно даже рубить дрова. Да. А где он закричает на Надаримуэм, да, вот. Здесь, когда он говорит, что... Ну, Надаримуэм, да, вот это в данном случае это самое... Это самое туда, я так понимаю. Он туда, не Надаримуэм, да, вот. Он просто тот туда. Да, ну, да, ну... У нас уже... Что-что? Да-да, имеется в виду просто... Я имею в виду у нас... Это туда идет по рангу Надаримуэм, да, да. Потому что все жертвы у нас распались, как бы, на... На те, которые приносятся въемку, потому что их положено приносить въемку. Ну, или там. И на те, которые приносятся вообще когда-нибудь. Да? И туда идет... И они называют... Они идут под названием Надаримуэм. Тогда падает в эту категорию. И... Как бы... И... 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 И Робзейли совершенно непонятно, почему... Почему Робби Шимон... Как Робби Шимона поднялась рука запретить в Холямоэ приносить жертвы. Да? Да? Что-то странная идея. Какие угодно жертвы. Неважно, какие, да. Которые... Моя левая пятка захотел. Да? При том, что... В Холямоэм можно даже рубить дрова. Для личной совершенно надобности. Это разрешается в том, где... Где-то там в трактате Моэта освещается. Ээээ... Трэй Моэк Катан. Подожди. А жертву... Извини. Жертву можно есть только после захода солнца? Да. Ты имеешь ввиду, что мы с раненького утра в Песах в 14-го... Да. Вот почему? Я пытаюсь понять. Есть такой закон? Я думал об этом. Ээээ... Эээ... Нет, нет. Понятно, что нет такого закона. Просто... Просто там я так понимаю, что... Ээээ... То, что говорили, что... Он... Он... Он имел... Нет. Понятно. Эээ... Ну, Раша говорит так. Смотри. Раша говорит так. Шэ... Мэмээц ман Ахилатон. Ахилатан. Шэ... Эйнуя холи холь хамэц ээла ад арба шаут. В метухках... Хамэц шэбаа бали дэймута. Ну, просто тупо не остается... Эээ... Баньки... Времени? Времени? Времени, да. Арба шаут в смысле откуда? От полуночи? Почему от полуночи? От рассвета. Ну... Что может от рассвета есть четыре... А почему он не успеет? Потому что... Эээ... Смотри. Четыре часа... В эти четыре часа еще довольно много чего происходит. Он не сразу туда приходит. Он сперва... 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 Сперва, то что он не успеет... Речь идет о том, что он завидомо так... Получается, что он как завидомо не успевает... Все это... А... Тогда это... Что же этот человек? На который приводил аргумент, что это четырнадцатого Ниссана. Не знал то, что он не успеет. Не. Он знал то, что он не успеет, но... Но есть люди, которые... Которые не считают, что Аээн Милин, Кудашим, или бейт абсурд. Есть люди, которые считают, что можно принести жертву, и выбросить ее. А-а-а-а-а. Ну, и больше ее чисто lookout. Все ввязать. Уже не было. Иногда, но так все равно бывает. Ввязать не успеет. Что? Ну не успеет. Подождите. Четвертое начинается еще раз по какой-то сложности. Прости, пожалуйста. Нет, но ты же не можешь при ночь уже этого не клянусь. Ночью люди спят. Что можно начинать приносить по остальному вверху? Не знаю, что такое говорит иглога. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Я это как раз случайно недавно переводил. Не получается так. Причем... Зор, я дико извинись. А как ты себе это представляешь? Вот в 4 часа уже эту конечку рассветили. Да. В храме единственная деятельность, которая происходит в храме ночью, это сжигание. Сжигание того, что положено сжигать. На жертвы никакие и сжигание остатков жертв. Ну вот в этом беда-апсуле. Ну да. Утром. Утром начинается с ежедневной жертвы. Ежедневной утренней жертвы. А ведь раньше ничего нельзя принадлежить. Нельзя. Закон так. Вот. Ну и дальше остается с сужницами действительно не очень много времени на все это сжигание. Опять же, можно до храме. Вот. Теперь... А как ты зор себе это представляешь? В 4 часа добрые израильтяне сжигают свой храме. Как ты будешь приносить пасхальную жертву до того, как... Не, нельзя делать. Так нельзя делать. Странно, странно. Странно. Я его приносил саму Клеменха. Я его приносил в районе полудня. Смотри. Полудня плюс полчаса. Полудня плюс полчаса. Полудня плюс полчаса. Мы пришли же на праздник, потому что нет домов, в котором есть храме. Они тут застягивают. Ужедатель. Да, но... Но еврейский народ рассматривается в данном случае как целое. То есть, как бы, ты не можешь приносить аль-хамес, да? Аль-хамес, который вообще у людей есть, как бы, да? Да? И есть регламент в конце концов. Боже ж мой. Откроется Мишну Псадхин. Он написан. Он не помнит. Чтет, прятывает. Не помнит. Вот. Нет. Его, возможно, что-то с чем-то либо перепутал, либо у него какая-то мистика. В мистике, может быть, можно. Тут я буду быть наручаться. Так. Хорошо же. Давайте прознёмся дальше. Шмой. Устали. Амарабаэй бэ акрава кулай амаро блиги деша. Деша. Еще чуть. Я перевожу. кей кей теплиги лэль-мей кам лэль-а бэ 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 хэр. Окей. Значит, абаэй грэй так. Значит, нам нужно решить проблему, действительно. Как это раби Шимон таким хитрым заворотом нам запрещает приносить хоть какие жертвы, холямоэ. Что это было? Не, ну, Хамес, ладно, да, Хамес блокирует, да, но в сухот у меня нет никакого чего-то было. он говорит, по поводу того, что можно приносить, никто не спорит, что можно. Приносить уже этого можно. Шары это разрешат. да. А расходятся они по поводу того, того, нет, нет, мейка малей это как раз лакун, амон, что как бы в какой момент, вот как, в какой момент ты опаздываешь, ты нарушаешь заповедь, бальтахэ, бальтахэ в том смысле, что вот ты даешь обиды, ты даешь некоторые обиды, туда, туда, в принципе, ничем не отличается от этого, ты берешь свою некоторую обязанность, а принести это уже, ну, будем говорить, дальше. окей, и когда ты должен принять, у тебя нет определенного времени, да, мы сразу говорим, нет определенного времени, да, и хорошо, и что, ты можешь ждать год, два, 15, 20, 35, пока не, пока не помрешь, что ж тогда твой обед стоит, вообще, нет, есть некоторые, нет, есть некоторые ограничения, грубо говоря, год, вот сейчас, прямо сейчас, чуть ниже будет написано, значит, но этот год каждый, каждый понимает меру своей скорочности, вот смотри, честно, не знаю, могу, могу попробовать вывести, я думаю, что там не совсем так устроено, я думаю, что, когда ты решаешь, что есть некоторое событие, что это достойно благодатственной жертвы, ты даешь ответ нанести благодатственную жертву, поэтому она идет, действительно идет в кучу надаримого доводства, да, она и есть на этом, я не уверен, что это и важно, сейчас есть так, есть некоторые вещи, которые предписаны, за которые надо, что это, надо что, благодарить, благодарственную молитву, молитву, да, но, я имею в виду, нет, и есть то, что, как ты сказал, есть человек сам чувствует, что нужно, есть там женщина после родов, что выжила, переплыл через море, и якобы, теперь все, кто летает, помню, на самолете, ванильчик, потом, что-то, а если в Европу, то ничего, нет, нет, значит, это самое, ну, а также, нет, если я не сказала, может быть, помнишь, что-то еще, а так, а, мы это ошибли, мы это ошибли, но, ну, это, что-то, я скажу, выжил, что-то, выжил, что-то, выжил, выжил, что-то болело, больше людей, да, там тоже явно, есть какие-то, явно, есть какие-то, вот это тяжелые болезни, когда я сказал, что-то ужасно опасно, вот, а дальше уже, кто ваш, что-то заразит, как бы, то есть, если человек чувствует, то он приходит и говорит, у нас тут по временам, значит, благодарственной молитве, когда благодарственные жертвы не знают, а вот на память мне приходит дивный отрывок из последней главы, трактата «Броход», когда человек благодарит за чудеса, есть чудеса общеизраильские, ну, там они в Торе узнанно перечислены, вот, и он их благодарит на том месте, где они произошли, если ты приходишь, например, к вот этому кусочку Красного моря, где они приходили, можно читать это самое множество. А есть чудеса личные, вот, когда вот с тобой лично случилось чудо в некотором месте, там ты на этом месте, лично ты должен читать тоже, тоже это вот, значит, благодарю, это Броход. Но ведь, благодаря Броходу, то есть, поблагодарить Тая Бога, конечно, всегда можешь. Не поблагодарить, а именно о чуде. А, как о чуде? Как о чуде. Вот с тобой случилось чудо в определенном месте, например, приводится. Вот. Короче, так или иначе, так или иначе, то да, идет в списке над Римом. Да, это нэдер. Пусть даже он обязательный, это не важно. В любом случае, это некоторая оказность, которую человек в какой-то момент некоторым своим словом или душевным движением на себя взял. Как обычно, час дня, все нормально. Ничего не изменилось. Мир стоит там, где положено. дайте Талмуд, Артур. Че я хотел, о чем я не рассказал? А, ну вот, то да, это нэдер. У нэдера есть некоторые регламенты. Да, мы, может, сейчас вроде все согласились, что мы не можем тянуть с этим нэдером бесконечно. Это такой регламент. Давайте посмотрим. Танакама Савар Шалош Регалим Амарахмана Афилу Шалок Сидрам. Окей, первое, первое, первое. Танакама Савар Шалош Регалим Амарахмана, Рахмана это Бог или Тора, Афилу Шалок Сидрам. Афилу Шалок Сидрам. Сказаны три Шалош Регалим, три праздника, три праздника подряд. Значит, то есть, то есть, ты приносишь... В течение трех праздников. ты приносишь обеду, например, прямо сейчас. Да, что у нас там дальше? Шво, правильно, на носу. потом Сухот, потом Песа. Это и есть Лотос Сидрам, потому что Кесидран для Песах Шилот и Сухот. Да, мы сейчас стоим между Песахом и Шилотом. Да, то есть, по мнению Танакама, значит, получается, как... Извини, Танакама просто некий... Танакама это первый анонимный мудрец, который начинает брать, в данном случае. Да? У него нет... Если бы у него было имя, я бы сказал, как его зовут. У него нет имени. Он принял, уже Танакама, первая мудрец. Вот. Значит, предполагаем, что я сейчас даю обед, обед принести некоторую жертву. Когда я должен выполнить обед? К концу праздника, суббот, следующего года. Ну, ближайшего, в конце, к концу ближайшего праздника, суббота, по Танакама. Танакама. Ну, почему три же? Три же. А, нет, в конце песах, а я извиняюсь. В конце песах это. В конце песах будет еще один. Значит, да, правильно. Это то, что появлялось шелок и седрам. Дальше. Рабишима, саваска, седрама. Эм. Шелок и седрама, да. Лук. Значит, Рабишима сказал, Рабишима Значит, Рабишима говорит, что по порядку это считается годом, а не по порядку это годом не считается. То есть, как бы, тут я выигрываю некоторый кусок. Рабишима, он тут вдруг оказался своим экстремизмом, оказался либералом. Неожиданным образом, да. Значит, потому что он говорит так, вот представь, что я, что я опять же даю на это сейчас. Я этот Шавуот и Сукот просто в упор не вижу. Они не считаются. Счет начинается с Песоха следующего года. И я должен приносить это жертву до Сукота следующего года. Не до ближайшего Сукота, а до следующего. То есть, у меня полтора года еще церковь. Как седрама. Не, ну, еще раз, с Кассидрана. Он говорит, пока не пройдет вот этот год. Песох, Шавуот, Сукот. Это вопрос, когда ты его приносишь. Если ты приносишь непосредственно перед Песохом, то у тебя там полгода с небольшим. А если приносишь вот как час между Песохом и Шавуотом, ты как раз выиграешь очень много. Вообще, если вы Песохот, то есть, что ты можешь? Нет. Вот час я выиграл больше всего. А. И сразу после Песоха я выиграю больше всего. А, ну что? Мне нужно дождаться опять же этого же следующего Песоха и с него начать отсчет трех правилейного по Песоха. Праздник начинается, Седр какой. Сначала исход, потом дарование Торы, а потом это так, так, и так и устроено. И в любом случае еврейский год в плане счета месяцев начинается с месяца Неса. Первый месяц, реально первый месяц, который в Торе написан первый месяц, это месяц Неса. Да, то есть, как бы, первый праздник в году это, в этом смысле, это имя Шапеста. Вот. Окей. Дальше. Ходы Шазела Хэнь Роскорта. Ну, все, короче. Да. Раби Лазар Бараби Шиман. Почему? Если поэтому. Так, значит, да, здесь мы, так, подождите, давайте осмыслим то, что здесь произошло. Значит, Раби Шиман вроде бы как говорит Бахага Мацотта Бухага Швод Бухага Супко. Гома Шиба Бахага Мацотта Бухага Швод Бухага Супко. Значит, они говорят, Маткиев. Маткиев. Ты же он и рассказал, значит, Аббайе. Да. А как он мог запретить нам? Он говорит, Аббайе говорит, он не запретил нам ничего. Напротив. Он как бы, что все это дело вертится вокруг, вокруг вопроса, когда ты можешь считать опоздавшим принести свой, 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 теперь, спокойненько, спокойненько, я все равно не понимаю, как это клеится, как он сказал. Аббайе считает, что тот не запрещает, а наоборот, хочет сказать границу про опоздание, что он типа про другое говорит? Да, да. И вот посмотрите Рашу, смотрите Рашу, Бабальтахэр. Векула гахматнитин линьян Бальтахэрэй. Он говорит, что всю брайту можно, что этот, что, что, с этой точки зрения можно всю брайту рассматривать, как брайту про то, когда это опаздывает. Про когда это опаздывает. То есть он просто решил, что тот говорит про другое. Да. Там и кама савар, линьян, там и кама, Ко Игамhатхэр мидро, серлешь регaein, эпило, что Ходишави, к其 fareт, швыг, швыг Иван, дыхтив, 3 порами, пшит от дырания минии, Дырания минии у кассали. Уделиал минии экзив, шмур арет, худыш авив, севат шоурует, Теспор лиха храга сухой, тасер лиха, шума минии, лебалта ахэр, ломар, Эле кавателиха лихта шум, макну тэхо манедрэх. Иван, дыхтателла ашмайна лихца туба, Толь мише ешелав туба, Йвеену бухага сухот, Ваафилу урегэль решон ахар недро, Шеим ло Йвеену ахшав, Ицетарэх лаво бичула лихшала. Аааа! Теперь понятно. Значит, смотрите. Смотрите, какая фишка. Фишка такая. Теперь, смотрим на всю дубра эту, со той стороны, с которой нам предлагают смотреться. Со стороны, кто опаздывал. Да, со стороны не опаздывал. Значит, вот и приносишь, вот и приносишь, вот ты должен принести благодарственную жертву. Когда ты ее можешь принести? Из Рогалим, только в Суккот. Потому что в Песах хамец, а в Шиву пьем тут. А Раби Шимон тебе говорит... А Раби Шимон говорит, не парься, у тебя еще целый год впереди. Вау, классно. Ааа, теперь ты еще можешь там куда-то, да. Вот. Да. Теперь давайте поймем, что говорит Раби Элазар Брэшимон. Да. Теперь давайте поймем, что говорит Раби Элазар Брэшимон. ИМА. ИМА. Да, а теперь когда он умеет это, да. Он же вроде как повторяет. Теперь сейчас, сейчас, секунду. Да, да, конечно. ИЛИМЭ БхУЛОШИЛЬМОЭЛЬМА, АИМНУ ТАМАКАМА. ИЛИМЭБХУЛОШИЛЬМОЭЛЬМА? Да, стоп. ИЛИМЭБХУЛОШИЛЬМОЭС, но мы уже выяснили, что Абе Элазар Брэшимон говорит имену ТАМАКАМА. Какой смысл повторять одно и то же, да, в чем сражение. В чем его, как бы, хедуш? В чем третьесть его мнения, а не первость? Да? Окей. Это бьем тут. Это бьем тут. Ну. На косовах, на деревне бьем тут. Крыли бьем тут. Да. Он говорит, что именно потому, что у нас есть вечное правило, что если два мнения встречаются в одной брать или внешней, они должны быть разными. У них должна быть разница. Они не будут одинаковые. Да? Поэтому мнение Рабеля Азара Брабешевым должно отличаться от мнения Танакама. И коль скоро мы понимаем, что Танакама с очевидностью говорит о фолиамоэде сухой, то когда Рабеля Азар Брабешевым вроде бы говорит то же самое, значит, что он имеет в виду что-то другое. А значит, что он имеет в виду и сам Йонкин. Подожди, извините, а как говорит, что сказал Рабеля Азар? Что сказал Рабеля Азар? Рабеля Азар, он, пожалуйста, Мэри Адан Туда Тоба Хаго Суфуд. Он говорит, благодаря спорту можно принести Хаго Суфуд. Но то же самое нам сказал Рабеля Азар. То же самое нам сказал Танакама. А, так говорит, что он имеет в виду и сам Йонкин. Что имел в виду Танакама? Мы уже вычислили в самом начале. Зачем нужно было все это, все вот этот подробный разбор, чтобы не ошибиться, чтобы как бы, чтобы понять, где в точности стоит мнение Танакама и куда в точности мы должны впихнуть такое мнение Рабеля Азар Брабешевым. Да? Танакама, как мы выяснили, мог говорить только о фолиамоэде, никак иначе. Потому что он специально подчеркивает, что все вот, нельзя приносить из-за того, что это Йонкин. Значит, Йонтов Суккота ничем не отличается от Йонтов Суккота. Значит, тогда тоже нельзя. Значит, он говорит, а хвою моет Суккот. Логично. А теперь, о чем говорит тогда Рабеля Азар Брабешевым, когда он говорит ровно то же самое? Он не может говорить о ровно том же самом, потому что, иначе, это в одной и той же брать просто не появилось. В какой-то смысл приводить два одинаковых мест. Вот. Значит, он говорит не только про Холи Амок, но и про проемцев тоже. Ешь? Умаешь на Хаго Суккот. Динако. Да? Почему он выделил именно Хаго Суккот? Почему бы этот самый, вот у нас тот, 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 это тот же самый наш вопрос. Наши же вопросы, которые возникали в ходе обсуждения этой братья, пока она была без обсуждения. Значит, окей, почему, почему тогда Хаго, почему именно Суккот? Было бы еще яснее, если бы он сказал Шилу, а там нет эпохи, не было бы еще, что он сказал, что он сказал, что он сказал, Лама Неймар, ломавши за охоронку. Раби Лазар, Раби Шимон, Амер, ломавши за дуреньку. Да, окей. Значит тут есть некое... Почему он взял именно Хагасу Кот в качестве своего примера? Он говорит, Раби Шимон, Амер, Раби Шимон, Амер. Он всегда так делает. Он идет по своей шуте, по некоторой своей шуте. Посмотрим по какой. Потому что есть такая брата, есть еще одна брата, где Раби Шимон спорит со своим сыном. Это сейчас что читает? Читает он. Есть следующая брата, в которой Раби Шимон спорит со своим сыном. Вот оно. Раби Шимон, Амер, Раби Шимон, Амер, Раби Шимон, Амер, Раби Шимон. 6. 6. 6. Он сказал, Фагасу Кот, это уже читает рашка. «Когда он взял Хатуб для Згирана за три регалы, в Балта Ферме, он не был требователь в Фагасу Кот, он говорит, что фагасу Кот, три панды в шуте, и в Фагасу Кот, он знал, Он говорит, когда вот это вот перечисление, на котором стоял Рабишином в нашей брайце, в нашей программе первой брайце, да, он говорит, а зачем вообще там написано Вахага-Сухот? С одной стороны, вся тема обсуждения этого отрывка Торы именно Вахага-Сухот. С другой стороны, сказано три раза в год, да. То есть достаточно было бы сказать два праздника, и третий бы добавился как бы автоматически. И ровно Сухот мог бы добавиться автоматически. Почему он сказан нарочно? Что из этого мы должны отменить? Он сказан нарочно Раби Лазару. Вот это не? Нет, это такая Раби Шимон. Нет, почему Раби Лазару? Торы сказаны. Почему он сказан? Почему вот в этой матрике истории сказано Хага-Мацо, хага-Шуту, хага-Сухот? Этот Сухот вроде бы как лишний. Мы до этого говорили про Сухот, и после этого будем говорить про Сухот. И вообще мы понимаем, что к Сухоту это тоже относится. Ну как бы лишний. Что нам дает? Ты сейчас думаешь о человеческой логике, а ты ее, пожалуйста, не думай. А почему один праздник не сказали? Потому что а как бы мы при Суху пили, остаемся. Второй-то мы бы оттуда взяли. Сухот мы из контекста могли бы вывозить. Из контекста Торы? Из контекста Торы, да. Потому что все это, все это, речь идет про Сухот именно. Весь отрывок говорит про Сухот. Ну, хотите, я прочту. Только скажите мне место, а то у меня очки сломаются, я ничего не вижу. Секундочку. Вот скажите мне, где это все написано? Дворим на требующей странице. Тедзайм, тедзайм. Окей. Дворим, тедзайм, тедзайм. Смотрим. Дворим, тедзайм, тедзайм. Только, пожалуйста, выключите человеческую логику, она тут совершенно не может. Особенно, когда вот доходит до экстремизма рабочима. Пожалуйста, пожалуйста, я зачитаю, зачитаю. Можно внимание сделать? Весь отрывок. Это то, что мы все привыкли к просуху, это самый стандартный телега просухов. Он говорит, заключаем человеческую логику, по человеческой логике там все понятно, это как бы некоторое заключение, описание праздников вообще. Но по атломундической логике мы уже говорим про Хага Сукот в этом отрывке, мы правду не говорим. Получается, что Хага Мацот вроде как нужен, Хага Швот вроде как нужен, а Хага Сукот вроде как не нужен, потому как мы про него уже и так говорили. Да, эти три раза они, этот Сукот туда как бы лег бы автоматически, допустим, мы бы его не сказали. Всем и так понятно, что раз мы уже там четыре стиха подряд говорим про Хага Сукот, он туда должен тоже попасть. Почему же он, еще раз, тройка другая немножко, да, имейте это в виду, вот, почему же, почему же он туда таки попал? Наверное, нас хотят чему-то этим научиться. Чему же именно нас хотят научиться? Смотрим дальше. Чтобы сказать, что это последний праздник, когда можно доплатить свои, как бы, долги. А, Раби, Раби, Раби Шевен говорит, ломаш, это Гурэм, а это еще пока сам не понял. Гурэм, это Бальта Ахэр, Шафилу, на дар левне Ахаку, киеванша, Аллах, Аббасу, готов вверх. А, сынок, ты его жестко так сказал. Все. Он говорит так, Сукот, он не просто охарон, он не просто охарон, а он охарон пьяни, легавры. Он, в смысле, закрывает полностью финансовый бот и открывает новый финансовый бот. Финансовый, в смысле, на даре. То есть, если ты за два дня до Сукота дал некоторый набор, ты должен успеть до конца этого же самого Сукота его доплатить. Потому что иначе он пойдет уже в следующем году. Ага, то есть не считать вот так вот, как тот принимал? Да, вот. То есть, Раби говорит, ах, у тебя там малезман, как бы, да, пока это все. А этот самый набор говорит, щечка тихая, та самая, в Семхатуру с двенадцатым ударом часов, все превращается в тыкну. И если ты не успел, то, значит, опоздал. Это нехорошо. И вот о чем, собственно, и вот где... Да, и поэтому, поэтому он говорит именно о Хаго Сукот, потому что в некоторых ситуациях это и будет единственная возможность. Выплатить эти долги. По его житию. То есть, получается, что из всех точек зрения на то, когда нужно платить свои долги, Раби Лазар в Раби Шимон самый жесткий, а Папани в Раби Шимон самый мягкий. Да, Атанна Кама где-то посреди. Вот такая вот феорическая... Не-не, подожди, а здесь, кстати, непонятно. Вот последнюю вещь ты сказала, что в некоторых случаях это будет единственная... Йомтов Сукот. Сукот же считается все-таки все семь дней праздника. Ну, все это, ну, все это. Так нет, значит, ну, так это не может быть единственное. Даже если ты дал метр за два дня... Ну, все это, нет, я... Ну, еще раз, все равно это Сукот. Нет, ну... Ты можешь Сукот сам дать. Так нет, вот, Коля мой Сукот, все нормально. Я хочу тебе сказать, что это не объясняет, почему в Сукот в Йомтову можно. Нет, в Сукот в Йомтову по отдельной причине можно. Вопрос другой. Он считает, что в Йомтову можно приносить на ударимый навод. Все. И это, собственно, возвращает нас к предыдущему спору, да? Мы же говорим, что этот спор вроде как повторяет наш предыдущий спор. Зачем нам нужно это повторение? На самом деле нам нужно... Теперь, смотрите, посмотрите, какая здесь красота вообще нарисована. Да, он говорит? Вначале у нас был спор о том, можно ли приносить вообще на даримый навод бы Йомтову. Ну, в гробу говоря. Какие жертвы можно приносить? Какие жертвы не запрятят и как-то не обращаются. То есть, говорит, ну вот мы уже там смотрели, выяснили, что это махло, говорит, тана им, что есть такие тана и такие тана, и он говорит. А он говорит, а у меня же есть еще одна брайка на эту же самую тему, говорит, как раз про это. И выдает, значит, нам эту брайку. Мы начинаем читать, говорит, а где же, собственно, тут этот махлокин? Он говорит, а вот если раскрутить это по нашей туманитической логике и сказать, что два мнения в одной брайке одинаковыми быть не может, то у нас получится байкур-кх. Да, как бы хошь-не-хошь. У нас получится этот махлокин. Да, между Тана Камой и Рабилазаром и Рабишимой. Но мы выиграли на этом еще, когда мы приводим еще и мнение Рабишима, которое совершенно непонятно и необъяснимое, и бредовое на самом деле, да, а на что, собственно, указывает нам Рабизаэль? Да, что быть не может, да. Как это ты в холя моет? В холя моет это же почти холь. Да, как ты можешь в холя моет запрещать мне там хворяться в носу или приносить благодатственные жертвы, да. Что это было вообще? Мы говорим, а на это мы посмотрим совершенно с другой точки зрения. И теперь вся брайка у нас на самом деле. Вопрос о том, можно ли приносить модеринговод в Йомтов оказывается абсолютно маргинальным. А на первый план влезает вопрос, а как мы вообще платим этим модеринговодом? Да, в каком порядке, в какой срок? И дальше выясняется, что у нас целый спектр разных подходов к этому, собственно, вопросу. И там получается от двух недель до полутора лет практически разбросить. Ну, от недели даже, да. Что решила Аллаха, по-моему... Сейчас посмотрим. Сейчас, сейчас, сейчас. Дюны Байта Афер. Вот. Коль надер мгдава, бен надер, лимикдаш, бен надרים аферий, митзва шевеям въятнам ברега ришон шепагас по Техилам. То есть, как бы, хорошо приносить прямо в самый первый праздник, который в Битяна наехал. Там никто не ожидает, реально никто, никто из наших, из наших мастерцов не ожидает, что ты попрешься из верхней галереи в Анасаливе, там, специально, чтобы попросить свой модерн. Ну, это, кстати, тоже один из выигрышей, который мы здесь получили, да. Выигрышевые интеллектуальные, я имею в виду, в смысле, что, что Талмуд не ожидает человека, что он, да, он, да, он, да, он намерен его выполнить. Знаешь, что он прям послезавтра, вот, вот, со всеми ослами, там, и этим всем, значит, попрется в Иерусалим, там, два дня пути туда, там, два дня пути обратно, разбойники дорогах, вот это вот, дорогие отели. Ну, маска, скажем, неприятная, вот, посредине полевых работ неизбежно, вот, в любое время будет. Вот, так что, нет, но есть дни, когда он и так туда приводится, значит, и именно в эти дни нам было бы уместно, надо на него повесить это, все, это, значит, поймем. Значит, теперь, хороший человек платит свои долги прямо сразу, то есть первый, самый первый рейгер, который, когда он, поскольку человек хороший, он непременно отправляется в Иерусалим и гонит с собой, там, пару курс, которые он обещал за это время. И лучше все, чтобы он это сделал сам в Иерусалим, нет? Нет, нет, ну, вообще все, нет, ну, во-первых, всегда лучше не в Иерусалим, но, по некоторому мнению, он может сделать это и в Иерусалим. Там еще вопрос, опять же, какой, какая жертва, какой Иерусалим, да, как мы понимаем, благодарственную жертву в Персах никак не заплатишь, не противник. Ну, вот, теперь, если он человек такой средненький, то он, значит, он может пропустить один или два рейгера, но уж к третьему рейгеру, да, то есть к полному циклу, он должен все это стадо, как обещанное, как бы, пригнать и принести. Это так, так устроена лоха, а мнение мы тоже, тоже, тоже обозрели, да? Ну, вот, такая вот, такая вот у нас получилась интересная история. Ну и спасибо, вы были фактически герой. Это же реально, мы не поставим все, что-то себе. Ладно, спасибо большое, классно. Спасибо.